Получить зарплату вовремя и в полном объеме право каждого работника. Оно закреплено в Конституции и в Трудовом кодексе Российской Федерации. Законодатели позаботились о том, чтобы это право соблюдалось для работодателей. Установлено несколько форм ответственности за несвоевременную или неполную выплату заработной платы. Подробнее о способах воздействия на руководство компаний, задерживающей выплаты сотрудникам, сегодня поговорим в программе «Прокурор в теме». Я представляю гостя в студии Алексей Романович Баев, исполняющий обязанности прокурора Советского района города Самара, юрист первого класса. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, начнем, наверное, программу с каких-то общих термин. Напомните нашим уважаемым телезрителям, какие сроки должна выплачиваться заработная плата? Заработная плата, как известно, выплачивается не реже, чем два раза в месяц. Установлено трудовым законодательством, что заработная плата должна выплачиваться два раза в месяц либо чаще по решению руководителя организации. Кроме того, заработная плата выплачивается не позднее, чем за 15 дней, а за следующим, за отчетный период. Соответственно, за текущий месяц отработанный необходимо выплатить заработную плату с 16 по 30, либо 31 число месяца, за текущий месяц отработанный с 1 по 15 число следующего месяца. Ну, а вот сейчас мне просто на ум пришел вот какой вопрос, но ведь еще и граждане, работающие в организации, ходят в отпуск, верно? И каким образом рассчитываются отпускные? Наверное, это вопрос больше к бухгалтерии. А вот если вдруг работник не согласен, как ему насчитали те же отпускные, к примеру, вот что делать? Первый какой-то ответ, который лежит на поверхности. В любом случае, если работник не согласен с выплаченной заработной платой, в первую очередь, конечно же, необходимо этот вопрос попробовать урегулировать с руководителем организации. В любой конфликтной ситуации есть две стороны, и, конечно же, в первую очередь нужно попробовать этим двум сторонам договориться между собой. Конечно, если не получается решить вопрос мирным путем, путем переговоров двух спорящих сторон, имеются государственные органы, которые могут вмешаться в этот спор и на законодательном уровне его решить. То есть прокуратура делегирована вмешаться в этот спор и совершенно спокойно вы можете защитить права работающих граждан? Безусловно. В случае, если имеется спор между работником и работодателем, существует государственная инспекция труда, специализированный государственный орган, который уполномочен решать такого рода проблемы, сложившиеся между работником и работодателем. Кроме того, имеется и прокуратура Российской Федерации, прокуратура Самарской области, в частности прокуратура Советского района города Самары, которые могут вмешиваться в конфликтные ситуации между работником и работодателем и помогать людям восстанавливать их нарушенное право. Алексей Романович, но все-таки как защитить нарушенное право на своевременную выплату заработной платы? Куда обратиться, если все-таки руководство не реагирует? Вы сейчас назвали органы, которые и компетентны защищать права работников, но вот все-таки есть проблема, куда идти? Как правило, как я уже озвучил ранее, есть специализированные государственные органы, государственные инспекции труда. В первую очередь необходимо обращаться, соответственно, в этот государственный орган, уполномоченный, в том числе и на проведение проверок в организациях, изучение документов, которые предоставляют граждане, и, соответственно, у которого полномоченно принимаются и административные меры воздействия. Здесь прям сразу маленькая поправочка, как это удобнее, быстрее, комфортнее, самое главное сделать, идти на личный прием, либо обратиться письменно, а может быть, если работник не хочет светить свое имя, обратиться анонимно? — Способы есть и те, и другие, которые вы озвучили, воспользоваться. Это выбор самого гражданина, каким из них ему будет более удобно. В любом случае, при поступлении обращения установлен законным срок его рассмотрения. — Да. — Вне зависимости от того, будет ли это личный прием инспектора, государственной инспекции труда, либо это будет письменное обращение, которое граждане направят по почте. В любом случае, срок рассмотрения таких обращений, как правило, составляет до 30 дней. — Так. — Поэтому выбор, как обращаться гражданину, лежит только на нем. — А в каких случаях обращаются прокуратура? И часто ли, если вы сегодня представляете Советский район, мы говорим об этих проблемах в вашем районе? Много ли граждан обращаются именно с этим вопросом к вам? — Граждане обращаются в любую прокуратуру, в том числе и в прокуратуру Советского района. Но, как правило, после того, как исчерпали уже самостоятельно все методы защиты своих прав... — Например, такие как? — Как обращение в государственную инспекцию труда, как попытка урегулировать конфликт напрямую с работодателем. Прокуратура района проводит самостоятельно проверки по обращениям граждан. В случае установления нарушений трудового законодательства прокуратурой района вносится и представление об устранении таких нарушений в адрес руководителя организации. Либо в случае необходимости прокуратура, в том числе и прокуратура Советского района, обращаемся с исками в суд в защиту нарушенных прав граждан. То есть мы сами готовим исковые заявления, обращаемся в суд, поддерживаем их в суде непосредственно, сами принимаем участие и таким образом восстанавливаем нарушенные права граждан. В том числе, если представление направлено, рассмотрено, но тем не менее нарушения не устранены, таким образом мы в судебном порядке обязываем работодателей устранять допущенные нарушения трудового законодательства. При том, что нарушений допускаются достаточно много работодателями, начиная от невыплаты заработной платы, выплаты заработной платы не в полном объеме, незаконное увольнение граждан. Проблем возникает множество разных, и граждане, обращаясь в прокуратуру, рассчитывают на помощь такого государственного органа и ее получают. Исковые заявления в суд, которые направлены прокуратурой, рассмотрены, удовлетворены, нарушенные права граждан восстановлены. И, соответственно, кроме того, что мы поддерживаем участие в судебных заседаниях при рассмотрении наших исков, мы в дальнейшем продолжаем контролировать эту ситуацию, продолжаем следить за развитием, так сказать, событий в этой организации и с этим гражданином непосредственно, и контролируем реальное исполнение решения суда. То есть прокуратура района не заканчивает свою работу по жалобе, получив решение суда. Мы продолжаем заниматься этой проблемой до полного ее устранения. То есть, если один раз попала жалоба в прокуратуру на того или иного работодателя, все, теперь за ним будет пристальный взгляд прокуратуры района? Прокуратура района остается, безусловно, в том числе и в превенсивных целях, в целях недопущения нарушенных прав иных граждан. В том числе и такие же проверки проводятся. Об этом чуть позже еще подробнее расскажу и Следственным комитетам. Алексей Романович, ну согласитесь, случаи бывают разные. Бывает один раз работодатель, может быть, даже и не по своей вине, может быть, скорее по незнанию нарушил закон, не выплатил заработную плату или не выплатил в полном объеме. Есть такие работодатели, которые систематически нарушают закон, становятся некими рецидивистами, когда постоянно принижают права работников, которые добросовестно работают, выполняют свои обязанности. Скажите, вот с такими злостными нарушителями, работодателями, какая работа проводится с прокуратурой? В прокуратуре района, как я пояснил, что сейчас подробнее расскажу, и с другими органами, в том числе и Следственным комитетом, и органами полиции проводятся различные, различного рода проверки, в том числе процессуальные проверки в рамках уголовного процессуального законодательства. То есть уголовной ответственности вы хотите рассказать? Безусловно. За нарушения доработодателями, допущенными, по невыплате заработной платы в полном объеме, либо частично предусмотрена и административная ответственность, и в том числе и уголовная ответственность. В каких случаях, расскажите, она наступает? Уголовная ответственность по частичной невыплате заработной платы наступает в том случае, если заработная плата не выплачивается гражданину частично, более чем в три месяца. Под частичной невыплатой нужно понимать. Невыплату заработной платы в размерах более половины от причитающейся. В случае, если работодатель не выплатил заработную плату в полном объеме в течение двух месяцев, также наступает уголовная ответственность, и за тот, и за другой состав преступления предусмотрено наказание до лишения свободы. Реально привлечь работодателя к ответственности? Работодателя к ответственности привлечь вполне реально. Заработная плата выплачивается на основании трудового договора, который заключен с работником. Заключение трудового договора является обязательным условием. Соответственно, в том числе не заключение трудового договора, а также является нарушением трудового законодательства. И в этом случае гражданин также вправе обращаться в государственные органы. Выплата заработной платы на выплаченную заработную плату облагается налогообложением. В связи с этим отследить выплату, либо не выплату заработной платы достаточно легко государственным органам. Кроме того, анализируются расчетные счета организации. И в случае, если установлено, что работник выполнял свою функцию, осуществлял трудовую деятельность, но она не была оплачена, лица, ответственные за это, безусловно, привлекаются к уголовной ответственности при наличии вышеуказанных признаков состава преступления. — Ну, то есть гарантия выплаты заработной платы при заключении трудового договора, договора гражданскоправового характера. Вот здесь все-таки какая разница между при трудоустройстве и заключении трудового договора и договора гражданскоправового характера? Все-таки плюсы и минусы какие, расскажите. — Зависит от того, что выберет для себя работник, конечно же. Самая основная разница трудового договора и договора гражданскоправового характера заключается в том, что при заключении трудового договора гражданин выполняет постоянно определенные функции, в зависимости от той должности, на которую он назначается приказом директора. В случае, если заключается договор гражданскоправового характера, как правило, такие договоры заключаются на выполнении конкретной работы. Но гражданин, который планирует трудоустройство в организации, должен понимать, что трудовой договор больше прав предоставляет ему, нежели договор гражданского правового характера. По трудовому договору он обеспечивается постоянной заработной платой, которая выплачивается, как я говорил в начале, не лишь двух раз в месяц, в отличие от гражданского правового договора, который оплачивается, как правило, по исполнению конкретной работы, на которой принимается работник. Трудовым договором предусмотрен и отпуск, который закреплен в законодательственном уровне, заплачиваемый отпуск, что, опять же, не включается в договор гражданского правового характера. Вместе с тем, несмотря на то, что в некоторых случаях трудовой договор не заключается, а заключаются договоры гражданского правового характера, даже такие отношения между работником и работодателем могут быть признаны трудовыми. Это нужно понимать в том числе и работодателю. Несмотря на то, что между ними не заключен трудовой договор, в судебном порядке их отношения можно признать трудовыми и, соответственно, признать все права работника, которые у него должны быть по трудовому договору. — Алексей Романович, согласитесь, что и зачастую работодатель предлагает работать без всяческих документов, без всяческих договоров, ну, мол, ссылаясь на то, что я тебе деньги заплачу, честное слово, обещаю и так далее. Вот стоит ли соглашаться на такие условия? — Опять же, соглашаться или не соглашаться — это выбор каждого гражданина, но, как я говорю, нужно понимать, как себя обезопасить в этой ситуации, что, как и заключение устного договора, заключение договора гражданского правового характера, имеют разные правовые последствия. И работодатель, отказываясь заключать трудовой договор или убеждая работника, что он не нужен, таким образом просто-напросто снимает с себя ряд ответственностей. — И нужно это работнику понимать, что, отработав там месяц или полмесяца, можно остаться просто без оплаты своего труда? — Да, все верно. — Что делать, если после признания увольнение незаконным работодатель по-прежнему не пускает на работу? Бывают и такие случаи. Давайте разберем эту ситуацию. — Действительно, случаи такие есть. Работодатели после судебных споров, после проверок государственных органов по обращению граждан продолжают вступать в конфликтные ситуации с этим работником и всяческим образом препятствуют к допуску его фактического на работу. — Необходимо понимать работодателю, что решение суда, если оно такое было, и по решению суда работник, например, восстановлен на работе, восстановлен в той же должности, в которой он находился до незаконного увольнения, подлежит восстановлению на работу немедленно с момента вынесения решения суда. — Даже в том случае, если работодатель не согласен с решением суда и обжалует его в апелляционной инстанции, решение суда первой инстанции подлежит исполнению незамедлительно, и работодатель не может приостановить исполнение решения суда. — Необходимо незамедлительно работодателю, директору организации, например, вынести новый приказ об отмене ранее вынесенного незаконного приказа об увольнении и, соответственно, предоставить работнику возможность исполнять свои трудовые обязанности. — Здесь, наверное, все-таки больше моральная сторона этого вопроса, а вот если на работника оказывается психологическое давление, ну, некомфортные условия для работы создаются вот в той ситуации, о которой мы с вами говорили, здесь кому обращаться за защитой? — В зависимости от того, какие конфликтные ситуации создаются на работе, ведь они могут быть достаточно разные, в том числе и вплоть до оскорблений гражданина. — В этом случае, если работодатель оскорбляет своего работника, работник вправе также обратиться в прокуратуру района и с соответствующим обращением, в котором указать, какая конфликтная ситуация произошла, какие оскорбления высказывал работодатель. И в этом случае мы также привлекаем лицо, как физическое лицо в том числе, к административной ответственности за оскорбление гражданина. — Существуют ли какие-то особенности заключения трудового договора? Давайте здесь перейдем к несовершеннолетним. Да, известно, что вот как раз впереди летние каникулы, многие несовершеннолетние хотят подработать. Вот здесь на что нужно будет обратить внимание? — Действительно, при трудоустройстве несовершеннолетних на работу есть определенные особенности. Так как гражданин в возрасте от 16 лет может самостоятельно заключать договор с работодателем, но работодателю необходимо понимать, что лицо является несовершеннолетним, скорее всего обучается еще, например, в среднеобразовательном учреждении или в среднеспециализированном колледже, училище и так далее. И планировать рабочий день работника несовершеннолетнего нужно с учетом его обучения в среднеобразовательной школе, колледже, училище и так далее. Кроме того, работодатель должен обеспечить ему медицинское обследование перед трудоустройством. И самые главные особенности при трудоустройстве несовершеннолетних имеются в возрасте до 15 лет. В этом случае необходимо получить согласие родителей на трудоустройство ребенка, а в некоторых случаях органы опеки и попечительства. Также работодателю запрещается устанавливать испытательный срок для работников несовершеннолетних, как и для старше 16 лет до 18, так и младше 16-15 лет. А в некоторых случаях еще нужно взять и справку о судимости. Да, справка о судимости, она в принципе достаточно часто требуется в организациях, особенно которые связаны с персональными данными граждан, в том числе и для совершеннолетних лиц. Скажите, а часто нарушаются права именно несовершеннолетних при трудоустройстве на работу, ну и конечно в самом процессе труда и обращаются ли к вам за помощью в этих вопросах? Нарушений прав несовершеннолетних в советском районе не было по трудовым отношениям, как правило, работодатели, принимая несовершеннолетних граждан, все-таки более ответственно относятся к таким работникам, поскольку в любом случае это дети, дети, которые выполняют определенную какую-то работу, поэтому, как правило, нарушений не допускается. Давайте вернемся к ответственности работодателей за задержку заработной платы. Все-таки, когда она наступает и в каком размере? Вот здесь вот хотелось бы еще разобрать такой термин, как компенсация, все-таки при задержке заработной платы. Это одно и то же, либо все-таки это разные понятия? Нет, это разные понятия. Задержка заработной платы – это те денежные средства, то удовольствие, которое должен человек получить за фактически отработанное им время, за выполненную им работу. Компенсация заключается немного в ином. Помимо задержанной заработной платы, либо невыплаченной заработной платы, частично или в полном объеме, полагается работнику компенсация, помимо тех денежных средств, которые он должен был получить за фактически отработанное время. Размер этой компенсации устанавливается Центральным банком, ставкой Центрального банка и рассчитывается по установленной законной формуле. Помимо этой компенсации работнику также полагается и иная компенсация морального вреда, за которую он также может обратиться в прокуратуру района, либо напрямую в суд. В судебном порядке также гражданин может защитить свои права самостоятельно. Но опять же, здесь моральный вред нужно как-то доказывать? Моральный вред, да, нужно доказывать. Давайте поговорим об этом, потому что вдруг показалось, как раз это моральное оскорбление, а какое оно действительно на самом деле, чтобы получить компенсацию за это? Моральный вред – это достаточно оценочное понятие. Да. И какого-то такого конкретного рецепта доказывания его нет. Каждый гражданин должен самостоятельно описывать ту ситуацию, в которой он казался. Я прошу прощения, Алексей Романович, а можете привести пример, когда вот к вам обратились и реально человеку доказали, что был нанесен моральный вред? Пример приведите. Моральный вред достаточно легко устанавливается в судебном порядке и доказывается, поскольку, как я говорил, разные есть ситуации, и как раз к случаю, невыплата заработной платы в полном объеме. На протяжении двух, трех, четырех месяцев, пяти месяцев работник все это время продолжает ответственно исполнять свои обязанности в организации, надеясь на выплату заработной платы, доверяя работодателю своему, который говорит, что потерпи еще чуть-чуть, и заработную плату я выполчу в полном объеме. Ну, так человек терпит около полугода. Еще порой и премии, и бонусы обещают, и кормят завтраками, да? Да. На протяжении полугода человек, соответственно, без денежных средств, без средств к существованию, и зачастую, конечно, возникают различного рода проблемы финансового характера. Набираются кредиты, если они еще выдаются банками, если хотя бы так, то есть эти полгода человек сможет на что-то жить, продаются какие-то вещи, ну и так далее. То есть человек оказывается в трудной жизненной ситуации, действительно в трудной жизненной ситуации, поскольку он исполняет ответственно свою работу. В таком случае моральный вред, он налицо. Не доказывать ничего. Доказывать нечего, да? То есть, ну, все на поверхности. Суд, рассматривающий дело, он видит сразу, в какой ситуации оказался человек. На одно дело задержать зарплату на 2-3 дня, другое дело задержать зарплату на 6 месяцев. Полностью с вами согласна. Давайте еще разберем такой момент, как незаконное увольнение. Что можно считать незаконным увольнением? Под незаконным увольнением тоже нужно понимать, что может крыться любая различная ситуация, начиная от прихоти работодателя исполнить какое-либо поручение, которое не входит в обязанность работника. Работник отказывается от исполнения этой обязанности, которая на него не возложена, которая не оплачивается. Возникает конфликтная ситуация на почве этого. И заканчивается увольнением работника за неисполнение поручения работодателя. Конечно, такие поручения могут быть различными. Иногда они входят в компетентность этого работника, иногда действительно не входят. Под незаконным увольнением. Таким образом можно понимать решение работодателя, принятое в том числе в одностороннем порядке, без учета позиции работника, и то, которое признано решением суда незаконным. То есть однозначно это не заявление по собственному желанию, то есть это приказом работник уволен? Заявление по собственному желанию также может быть получено принудительно работодателям. Но в таких случаях уже необходимо подробно доказывать, при каких обстоятельствах такое заявление работникам было написано. Ну что же, наше время подошло к концу. Я хочу предоставить вам заключительное слово, какой бы вывод, итог сегодняшнему нашему разговору можно привести. И все-таки как понять, что реально права нарушаются, и в каких все-таки случаях стоит и нужно обращаться в прокуратуру, где совершенно точно понятно, ваши права будут защищены. — Обращаясь к гражданам, хочется сказать, что прокуратура района всегда восстанавливает права, нарушенные права граждан. И полагаю, что необходимо обращаться в любой сложившейся конфликтной ситуации, вне зависимости от того, что случилось в организации, какая конфликтная ситуация и какие именно права нарушены. В прокуратуре района могут быть приняты различные меры, в том числе и воздействие на работодателя. — Стоит ли всегда обращаться, называя свои персональные данные, имя, фамилию и, ну, соответственно, компанию, или есть такая возможность обратиться анонимно? — Возможность обратиться анонимно, конечно же, есть, но в этом случае нужно понимать, что прокурор, рассматривающий обращение, не сразу узнает или поймет, в чьих интересах он проводит проверку. — Да. Давайте организационные моменты в конце программы озвучим. Как можно попасть к вам на прием, принимают ли ваши помощники, как это лучше сделать, обратиться лично, какие дни приема, или можно также обратиться онлайн? — Обратиться можно онлайн, в том числе на портале госуслуги в прокуратуру. Обратиться на личный прием можно в любой рабочий день, с понедельника по пятницу, с 9 до 6 вечера. Прием граждан ведется по установленному графику, но, тем не менее, каждый день прием ведется различными помощниками, либо заместителями прокурора района, прокурором района лично. Ознакомиться с графиком можно непосредственно в прокуратуре советского района по адресу Гагарина, 145. — Ну что же, спасибо вам большое, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Прокурор в теме», а сегодня Алексей Романович Баев, исполняющий обязанности прокурора советского района, отвечал на мои вопросы. Спасибо вам огромное. — Спасибо. — Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова